Здравствуйте, уважаемые соотечественники! На днях в Туркменистане предстоят очередные президентские выборы. Прежде чем вернуться к вопросам выборов, я бы хотел обратить ваше внимание к событиям, которые произошли 21 декабря 2006 года в Туркменистане. Как мы знаем, этот день скончался первый президент Туркменистана Сапар Мурад Ниязов. Согласно Конституции, должность почившего президента исполняет действующая глава парламента Туркменистана. И согласно закону о президенте Туркменистана, лицо исполняющего должность президента или действующего президента, он неприкасаем, то есть его никаким образом нельзя снимать с должности, отстранять от власти или насильно устранять его. Это прописано в законе Туркменистана. Если, конечно, этот человек не болен тяжко и нет консильного врача или заключенного врача, то его обязанность передать другому лицу. Других вариантов нет, чтобы президента отстранить от должности. А с минуты кончины Ниязова эта должность автоматически переходит на временное управление председателю парламента Туркменистана. В тот момент председателем парламента являлся Уизгельдий Атаев. Но этому человеку не дали управлять государством не только 3 месяца, даже 3 минут. После смерти Ниязова он был арестован группой лиц во главе с Гурбангулей Бердом Мухаммедовым. То есть, говоря ясным языком, в Туркменистане 21 декабря 2006 года произошел дворцовый переворот с насильственным захватом власти группой вооруженных лиц. Вот с того дня уже прошло 10 лет и уже третий срок объявляется президентский или третий раз объявляется президентский выбор с участием одного того же лица, который незаконным образом захватил власть в Туркменистане. Я говорю о Гурбангуле Бердом Мухаммедове. Этот фарс под названием «Выборы» уже проводится третий раз. Но эти выборы не нужны для туркменского народа. Эти выборы не для внутреннего потребления, а эти выборы для внешней показухи, чтобы показать всему миру, что в Туркменистане соблюдаются права человека, соблюдаются нормы демократические цивильного или советского государства. На самом деле у нас существует или продолжается полная диктатура, что началась у нас с развала Советского Союза или с 1992 года. Начал его Сапар Мурат Нязов, продолжает его Гурбангуле Бердом Мухаммедов. Вот с этой точки начинается отсчет времени Туркменистана.